И всем привет, ребят! С вами Сарванька и сегодня у нас четверг. Замечательные 4 часа уже простучали, а это значит, что сегодня у нас уже появились анонсы того, что у нас завтра выходит в игре. Есть очень большой пак обновления, который завтра появится и связан с изменениями характеристик дронов. Но начнем мы сегодня с ультра уикенда. Дефолтного, как по мне, я бы не сказал, что здесь что-то сверх новое я бы увидел. Да, появляется у нас каждый сам за себя. Три карты перекресток, сандал, плотов. В принципе, карты неплохие. Возможно, даже я на них зайду. Ну, это, конечно, вряд ли, но может быть. Да, повышенного шанса золотых ящиков здесь нету. Просто обычная демка для любителей данного режима появляется. Понятное дело, что у нас повышенный x2 фанды плюс голды. 15-минутные бои также самосохраняются. Ультраконтейнеры, коинбоксы, миссии под 7 ультраконтейнеров, 9000 очков нужно набить в командном бою, 17000 кристаллов заработать, 130 танков уничтожить на корпусах средних, уничтожить на малой дальности и на ховертанках. Ну, то есть, по сути, заданки очень простые. Ничего там сложного нету. Также появляются два специальных предложения. Одно, которое в себя включает 300 ультраконтейнеров. Как всегда, дефолтное за 20 тысяч. Хорошее можно подформить. Ну, и здесь еще одно маленькое с 15 ультраконтейнерами. Я не помню, чтобы в последнее время у нас были такие маленькие с 15 ультраконтейнерами. Интересно будет посмотреть, сколько оно будет стоить. Если оно будет стоить 1000, то, может быть, даже я ее приобрету. Если 2000, то 15 ультраконтейнеров это маловато. Ну, как я уже сказал, повышенные фонды есть. То есть, дефолтный ультравыкендик. Ничего такого сверхъестественного. Как всегда, у нас уже теперь это... Ну, каждый выходной что-то появляется. Фондули есть. Зарабатывайте, фармите кристаллы. Ведь уже совсем скоро. Меньше месяца осталось. Где-то 3 недельки до ближайших хороших нагибаторских скидочек. Поэтому я думаю, что очень многим кристаллы сейчас нужны и в дальнейшем пригодятся. Ну, а теперь переходим к самому интересному. Это к изменениям характеристик дронов и припасов, которые уже завтра у нас появляются в игре. Здесь чуть-чуть подробнее обо всем по порядку пройдемся. Я еще, честно говоря, все эти моменты не прошел, не разобрал. Но это отличный повод для того, чтобы найти новую имбу. Даже вот просто визуально посмотреть, уже предположить. Ну, а завтра и в последующие дни уже затестить, посмотреть дроны. Как они себя будут показывать. Ну, и понятное дело, что для себя какие-то уже выделить. Орех уже об этом говорил, что изменения будут. И то, что они будут связаны с нерфом бустера. Ну, и там изменениями защитника работы. То есть, сейчас мы обо всем по порядку пройдемся. Припасы улучшились. Да, теперь расходка сокращена. Перезарядка до 20 секунд. То есть, вы будете меньше кататься на коллдауне. И зависимая перезарядка снижена до 5 секунд. То есть, это лучше для тех игроков, которые играют там условно на УП, не умирают. И, может быть, даже в киберспорте не придется уже там белить и прожимать так часто, как это нужно было делать, например, в том же формате сетапов. Дроны теперь уже, да, по расходке все понятно. Дрон-драйвер ускорена перезарядка овердрайва. Теперь он заряжается на 10 секунд за фраг вместо 6 секунд. Не совсем понял, что это такое. А, типа теперь заряжается на 10 секунд за фраг вместо 6 секунд. За фраг ускорен. А, короче, все, понял. После овердрайв, короче, будет копиться быстрее. Я понял, да. Перезарядка стабильная, замечательная. Да, и делаете килл. Вам идет плюс к овердрайву. И теперь вместо 10 секунд ожидания, да, перед следующим фрагом, вы ждете 6 секунд, потом даете следующий фраг. И у вас, соответственно, больше процента 5 поступает за счет этого дрона. Но я очень скептически отношусь к этому дрону. Не вижу особо никакого интереса к нему в матчмейкинге, как он появился, так и сейчас. Десантник. Так, время действия расходников после респауна сокращено до 10 секунд. Это, я так понимаю, нерв. Перезарядка дрона сокращена до 3 секунд. Удалено использование дополнительной повышенной защиты в момент активации дрона. Окей, ничего интересного. Вообще, абсолютно. Дрон-инженер. Бонус времени действия с расходника сокращен до 30 секунд. Перезарядка дрона сокращена до 3 секунд вместо 10. То есть, тоже, по сути, ничего такого сверх крутого в этом нету. Дрон-спринтер. Добавлено зависимое ускорение перезарядки расходки ускорения. 5 секунд. Перезарядка дрона сокращена до 9 секунд. Ну, такие изменения, которые не особо влияют как-то на эти дроны. Минер. Число спасаемых дрона мин увеличено до 100 штук. Сколько их было до этого, я не знаю, потому что я особо на этом дроне не играл. Но это типа, как вы ставите минки, можете даже уйти на резку. Но эти мины у вас будут сейвиться. Зависимое ускорение перезарядки мин увеличено до 15 секунд. Перезарядка дрона увеличена до 30. Снабженец. Все эти дроны, как бы, ну, как были неактуальны, так они и не будут актуальны. Мне так кажется. Ну, по крайней мере, вот первые, что я прочитал. 5 штук. Снабженец. Бонус ко времени расходки до 10 секунд. Перезарядка дрона сокращена. Дело, что здесь перезарядка дронов сокращена, это, ну, никак не поможет дрону. Ускорение перезарядки расходки увеличено до 15 секунд. Добавлено потребление дополнительной расходки по высшему уровню при активации дрона. Потребление дополнительной расходки. А сколько расходки дополнительно? Ускорение перезарядки расходки. 15 секунд это неплохо. Это неплохо. Но все равно нужно понимать, да, что у тебя будет фулл расходка. И перезарядку уменьшили 15, но при этом кулдаун-то теперь тоже расходки 20 секунд. Вот, соответственно, ну, это может быть тоже не особо сильно как-то будет ролять в плюсовой манере. Добавлено зависимое ускорение перезарядки расходки, повышенная защита на спасатели, да. Здесь что-то, ну, мудрят, очень сильно мудрят. Механик. Вот интересно, что с механиком выставление энергии, ой, хпшки увеличено до 1000. До 1000, теперь единиц, дополнительно восстанавливает данный замечательный дрон. Зависимая перезарядка ремкомплекта ускорена до 15 секунд. Перезарядка дрона сокращена до 3 секунд. То есть, если вы там будете с земли подбирать аптечки, прожали свою, через 3 секунды можете еще одну подобрать, сразу за нее получить очки. Но механик тоже занерфили раньше, и в нем тоже особо никакого смысла нету. Подрывник. Добавлено зависимое ускорение перезарядки расходки, повышенный урон 5 секунд. Удалено потребление дополнительного припаса, повышенный урон при подрыве. Добавлено потребление 3 единиц припаса мины при подрыве. А, короче, теперь будет мины хавать подрывник. Но подрывник, он хорош, он хорош, и так был. Единственное то, что теперь он будет хавать по 3 мины. Ну, у всех тех ребят, у кого мины много, то я не думаю, что это проблема. Если вы играете с этим дроном, это, наверное, один из лучших дронов. Если вы играете, например, на легком корпусе, у вас там нет чего-то жесткого, вы просто взяли его, там в упор подъезжаете, вас убивают, и вы сразу же тоже своим же взрывом уничтожаете всех тех, кто находится рядом с вами. Дрон диверсант. Количество дополнительных мины сокращено. Так, это еще и занерфили. Еще и занерфили. Так куда нерфить? Потребление дополнительных мины при активации увеличено до 7. А, еще и мины теперь хавают. Раньше хавала одну мину, оставилось там 8 или сколько. И все было круто. Еще один нерф, короче, я понял. Дрон кемпер, передатка дрона сокращена до 3 секунд. 3 секунды перезарядка. Окей. Бустер. Вот, вот что самое интересное. Бустер и защитник. Да, то есть я, если честно, думал, что вот такое большое количество изменений, да. И вот просто зашел и посмотрел. Да, сейчас я прочитал уже вместе с вами. Я понимаю, что здесь, ну, ничего интересного нет. Вообще, абсолютно. Ни в одном из этих дронов нет ничего такого, чтобы я бы сказал, опачки, вот этот дрон нужно тестить. Он будет нагибать. Ну, нет такого. Ну, нет. Ну, если я все правильно читаю, то нет. Если я вдруг не прав, напишите по этому поводу в комментариях. Пересмотрю свое мнение, да, если я вдруг что-то, что-то упустил, какие-то моментики. Бустер. Бустер. Вот он. Вот он. Помните, совсем недавно мы вместе с вами общались на эту тему и говорили о том, что может сделать Орех так, что будет дрон работать как кризис. То есть, иметь просто на всем протяжении времени повышенную ДДшку, да, с этим дроном. И она будет просто не Х2 по ХПу, а плюс там, ну, полторашка, да. Вот эту всю ситуацию мы вместе с вами и видим. Дополнительный бонус повышенного урона снижен до 50%. То есть, это половиночка. Стабильная половишка. Время действия дополнительного бонуса повышенного урона увеличено до 30 секунд. То есть, теперь на протяжении 30 секунд, пока у вас есть вся ДДшка, у вас повышенный урон 50%. Место вот этих вот замечательных 3 секунд. И я вам скажу, что это нормальные изменения. Нормальные изменения. И для всех любителей бустера, ну да, неприятно, что вы не можете в хороший тайминг сриспо дать пару хороших четких выстрелов. Но, с другой стороны, вы на всем протяжении времени будете иметь повышенный урон. И, что лучше, что лучше, иметь фулл расходку и повышенный урон на протяжении всего времени, или, например, кризис, который имеет только одну расходку в этот тайминг и имеет ее в большей степени, я вам сказал бы, что бустер лучше. Бустер лучше. Понятное дело, что старый бустер может более как-то качественно и грамотно обузить, но я уверен, что и этот бустер можно также очень хорошо использовать в матчмейкинге. Но уже с меньшим уроном, но зато на больший период времени. Поэтому будет интересно это все дело затестить, что с бустером будет уже завтра. Дрон-защитник. Дополнительный бонус повышенной защиты снижен до плюс 50, зависимая перезарядка. А защитник вернули в то самое замечательное русло, только с меньшим ХП, которое было у нас раньше. Помните, когда защитник работал, вернули действие до 30 секунд, только теперь повышенная защита 50%. А тогда была повышенная защита, если я не ошибаюсь, в два раза и на всем протяжении времени она работала. То есть сейчас как бы занерфили, но при этом на всем периоде времени она будет работать. То есть я уже очень долго не играю на защитнике. Я даже уже не помню, когда я последний раз его одевал. Ну что прям на постоянку. Да, может там какие-то видосы я записывал, там играл немножко. Но чтоб на постоянку, и не помню, чтоб я на нем прям много катал. И когда это было вообще последний раз? Да, может год назад, может еще раньше, да. Я пересел на бустер и все, играю на нем. Но не знаю, насколько это будет удачно для защитника. Ну, наверное, те любители защитника, которые на нем играют, они и будут играть дальше. Да, но я думаю, что можно будет все так же играть на бустере. С повышенным уроном ДДшки на всем протяжении времени. Лавкач увеличенное действие до 30 секунд. Лавкач теперь на нетрушечке можно 30 секунд давать. Ну, в принципе, там и до этого проблем не было особо никаких. Гиперион при использовании дрона теперь тратится по одному расходнику вместо двух. Опачки! Опачки! Меньше расходки тратит, но фулл расходка можно прожимать, да. И кризис. Усиление повышенного урона увеличено до 60. Усиление повышенной защиты снижено до 90. То есть, по сути, ДДшку апнули, ДАшку чуть-чуть занерфили. Если было там сотка и пятьдесятка, то сделали шестьдесятку и девяносто. То есть, чуть-чуть сильнее, чем бустер. Но зато, зато, друзья, зато, зато вы можете на фулл расходки катать. На кризисе только на одной. И еще и хавает дофига и больше. Поэтому здесь, ну, я придерживаюсь сто процентов бустера. Ну и также написано то, что мы будем следить, как новые значения параметров дронов показывают себя будет в игре. Это не последнее изменение в балансе дронов. Мы также готовим переработку кемпера. Ну да, значит, на кемпере никто не играет. Я их, в принципе, даже не помню, когда я его использовал. Короче, друзья, как-то так глобально поменялся только, наверное, бустер. Ну и минимально, ну ладно, чуть больше, чем минимально, изменился защитник. Ну и плюс здесь кризис изменения, которые тоже хорошо скажутся для тех, кто больше на додашке гоняет с ним. Ну и негативной скажутся для тех, кто использует длинный дрон в преимуществе с повышенной броней, да, и катает именно на ней. Хотя там все равно как бы расходку быстро пережимаешь, но есть разные сетапы, при которых ты больше катаешь на ДАшке, при которых ты больше катаешь на ДДшке. Да, поэтому... Мамонта шафт с кризисом будет нагибать еще больше. Ну это так вам, чисто спойлер. Пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, что вы думаете по поводу всех этих изменений. Если я какие-то моменты упустил, напишите их в комментариях, обязательно прочитаю, поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok